Свой выбор сделали почти 800 тысяч югорчан. В это воскресенье россияне определялись с главой государства. Для жителей нашего региона было организовано 710 избирательных участков. Процесс голосования отличался полной прозрачностью и транслировался в интернете. В результате подавляющее большинство югорчан высказали свое доверие Владимиру Путину. О том, как вершилась история страны в нашем округе, расскажет Павел Желтов. Этим воскресеньем мало кому спалось. Уже в 8 часов утра на избирательных участках было многолюдно. В воскресенье 8, не про спать бы еще. Да, ну я посыпаюсь очень рано, я уже пирогов настряпала. И хочу, чтобы проголосовать. Нужно так. Выбираем президента, будущее для себя. До полдевятого надо успеть. Здесь магазин открывается в 9. Я работаю в магазине товароведов. Приходили по одному семьями, а, к примеру, геолого-разведчиков из Кандинского района к урнам доставили на автобусе. Пока у них было время отложить свою работу в поле. На данный момент часть работ уже выполнена, поэтому те, кто планировались изначально остаться в день голосования в данном районе, в Кандинском, мы этих людей привезли. То есть зарегистрировались сначала, и сегодня они участвуют в выборах президента. Одной из первых проголосовала Наталья Комарова. В 8.30 утра глава региона прибыла на участок номер 294 окружного центра, после чего отправилась в крупнейшие города округа Нижневартовский Сургут. Здесь губернатор общалась с избирателями, насколько они довольны организацией процесса голосования. В этот день на избирательных участках можно было увидеть многих видных деятелей. Я вместе с семьей с утра пришел на избирательный участок. Я считаю, что сегодня очень важный день, потому что мы без преувеличения вершим будущее. Мы с вами определяем будущее страны, будущее Югры и будущего каждого из нас. В итоге в президентских выборах приняло участие 70% голосующих жителей Югры. Большинство из них, а это свыше 600 тысяч человек, сделали свой выбор в пользу Владимира Путина. Это 76% югорчан. На втором месте, по доверию жителей Югры, находится Павел Грудинин. У него 12%. Тройку замыкает Владимир Жириновский с шестью процентами. Кстати, свои голоса кандидату Ксении Собчак доверили больше 1% населения округа. Остальные участники получили чуть больше полпроцента. Такая активность, причем такой резкий скачок, по сути, с тех показателей, которые были до этого, мы помним, Государственную Думу, это очень хорошие результаты, очень позитивные. Надеюсь, что это настроение у избирателей сохранится на всей будущей компании. Избирательным правом воспользовалось 790 тысяч югорчан. Активнее всех себя проявили жители Нефтьюганского, Белоярского и Нижневартовского районов. Здесь на участки пришло почти 90% избирателей. Среди аутсайдеров по явке оказались Пытьях, Радужный и Магион. А в Сургуте, например, на выборы пришло меньше 65%. Впрочем, для города с традиционной низкой явкой это хороший показатель. Если я не проголосую, за меня проголосуют. Выбор мой, мне не безразличен, он не интересен, кто будет наш следующий президент. Поэтому я пришел. Первый раз голосуем и хотелось бы участвовать в жизни нашей страны. Для меня выборы, самое главное, чтобы было хорошо моим детям, моей семье, чтобы комфортно и с любовью жилось. И самое главное, чтобы не было войны. И чтобы наши дети росли в любви, в счастье. Это, наверное, важно для каждой мамы. Отмечу, что в Югре выборы президента страны сопровождались полной прозрачностью процесса. На участках работали как наблюдатели от политических партий и кандидатов, так и общественники. Кроме того, весь процесс транслировался в интернет с камер, установленных на избирательных участках. Так что фактически наблюдателем мог стать каждый желающий. В итоге жалоб на нарушение в избирком Югры поступило всего две. Павел Желтов, телерадиокомпания Югра.